Привет! Сегодня я снимаю видео на тему, что в моей сумочке. Вообще, сама я не очень люблю такие видео подобные. Обычно не смотрю их, когда они появляются у меня в подписках. Но так как меня две девушки попросили сделать такое видео, я решила, что, наверное, может быть, многим из вас будет это интересно. Вот Юлия, первая девушка, которая меня попросила сделать это видео. И вот карамелька, Ник такой, тоже попросила меня сделать это видео. Ну, у меня три сумки. Первая, вот такая массенькая-синенькая, большая, такая вот симпатичная, милая, такого бронзового цвета. И последняя, очень такая обычная для таких, как бы более классических вариантов из такой практически матовой кожи. Ну, я... ну, это те сумки, с которыми я хожу чаще всего. И я не могу сказать, что у меня есть прямо одна сумка, с которой я хожу постоянно. С одинаковой частотой я таскаю с собой все эти три. И просто, когда мне нужно выходить, я заглядываю во все три, смотрю, что мне сегодня с собой нужно, и перекладываю. То есть такого понятия, как что в моей одной сумке, у меня нет. Просто эти вещи, которые мне нужны, они обычно путешествуют по сумкам, поэтому я начну просто все вытаскивать и рассказывать, что у меня есть. Во-первых, во всех практически моих сумках есть пакетики, потому что в моем доме после переезда скопилось дикое количество пакетиков, и их, наверное, ну, 500, наверное, пакетиков в моем доме, поэтому, если я зайду в магазин, я уже не позволяю себе брать там пакетик. Так, ну, паспорт и кошелек можете сразу выложить. Следующая вещь, которая у меня во всех сумках есть, это салфетки. Обычные салфетки, платочки бумажные. Я думаю, что во многих ситуациях пригодятся еще салфетки. Следующая вещь, это капли для глаз, так как я ношу линзы чаще всего, иногда даже цветные, несколько раз в неделю ношу линзы, иногда я использую капли для линз. Ну, мои светленз, но вот эти, честно, мне не очень нравятся. Так, что есть еще? Жвачка. Очень порадовала жвачка со вкусом мохито, пахнет на всю сумку. Вот, дальше. Пудра для поправления макияжа. У меня это Dream Matte компактная пудра. Для этой цели она мне нравится. Дальше. Несколько блесков и помад. И бальзам для губ. Так, дальше. Дикое количество каких-то резиночек для волос. Ну, на случай, если пригодятся. Дальше. Какая-то мелочь валяется, там выпало из кошелька. Маленький крабик тоже, на всякий случай. Пластырь, на всякий случай. Ну, какой-то тут пробник парфюмерной воды. Это эйфория. По-моему, от Килл Вин Кляйна эйфория. Я не помню, честно, уже чья эйфория. И крем для сухой кожи от Гарнье. Никому не советую таскать с собой в сумке, использовать для рук. И чего попало. Крема вот в таком вот виде, да, в такой упаковке. Это очень не гигиенично. Конечно, лучше с дозаторами, которые выдавливаются. Но вот так получилось, что он у меня валяется здесь. Уже как бы, поскольку он используется для этих целей, уже как-то для тела, для лица его использовать нельзя. Вот. Ну, здесь практически все. Так. Следующие мои сумки. Помимо того, что я уже назвала, здесь есть повязка для волос. Здесь есть солнцезащитные очки. Что с наступлением весны будет очень актуальным и вообще важным. И всем рекомендую носить солнцезащитные очки как можно чаще. Здесь есть расческа такая. Не знаю, мне эта расческа нравится именно для поправления челки. Ну, и так вообще для распутывания. Туалетная вода. Чехол с очками, очки в нем. Контейнеры для линз на случай, если вдруг мне захочется посреди дня снять линзы и одеть очки. Так, опять пакетики салфеточки. Леденцы от кашляя обязательно, точнее от боли в горле обязательно без сахара. Всем рекомендую использовать без сахара. Как и жвачку. Дико нужная штука. Это дезинфицирующее средство. У меня в данный момент здесь под названием стерилин от марки Форисан. Если не ошибаюсь, то российская марка. Значит, написано, что дезинфекция на уровне 99%, то есть 99% бактерий убивает. Выглядит в виде такого мусса. Мне кажется, что мусс удобнее, чем гели. И еще по какой-то причине они еще и более экономичные, и при этом еще и более дешевые. Тоже всем советую. Опять резиночка, опять мелочь и... Ой. Ой. Так. И опять... Опять резиночки, опять мелочь. И последнее, что лежит в этой сумке, это крем для рук бархатной ручки. Мой любимый. Таскаю с собой постоянно. Так, в этой сумке. Эту сумку растрошили. В последней сумке. Что у меня есть? Помимо того, что я назвала, это вот такое зеркало, которое все в пухе, потому что я давно его не открывала, которое мне подарили. Вот так вот выглядит такое симпатичное зеркало. Так, что дальше? Опять какой-то пробник туалетной воды. Так. Что тут еще есть? Опять резинка для волос. Ну, это уже посимпатичнее. Пилка для ногтей. Очень нужная вещь. Вообще, мне кажется, в каждой сумке должна быть, потому что если ноготь сломался посреди дня, когда мы заняты, это дико неприятно. Следующее, что здесь есть, это вот такие матирующие салфетки с наступлением лета будут актуальны. Это марка Я самая. Очень удобно они достаются, но сами они мне не очень нравятся. Мне кажется, что можно вместо них и обычными салфетками пользоваться. К тому же, вот эти конкретные не берите никогда с такими вкраплениями. Вот эти конкретные. Если мы берем эту салфетку и промакиваем лицо, то на лице могут остаться вот эти кусочки. То есть, на упаковке написано, что с экстрактом зеленого чая. И вот это, видимо, они решили сделать вот эти вот вкрапления, как бы, зеленого чая. В общем, этот зеленый чай рискует остаться у вас на лице. Поэтому не рекомендую. И без зеркала эту штуку использовать нельзя вообще. Опять леденцы, опять без сахара. Опять такие же точно капли для глаз. Ну и, не знаю, зачем-то у меня здесь беруши и коробочка от берушей. Но их я вам не буду показывать. В общем, на этом все. Распотрошила все свои сумки. Все показала. Не знаю, может быть, кому-то было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok